Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! Я рада вас вновь видеть на своем канале. Пришла осень, скоро похолодает и нам нужно будет защитить наши ушки от ветра. И прежде чем надевать шапки, можно пока еще тепло надеть какую-нибудь повязочку. И сегодня я вам хочу предложить связать вот такую вот симпатичную, но в то же время очень простую в исполнении повязку. Для вязания нам будет нужен или один цвет пряжи, вот как у меня, либо же если вы хотите разноцветную несколько цветов пряжи, нам будет нужен крючок, который соответствует размеру нашей пряжи. У меня это троечка. Ножнички, чтобы обрезать нитки и несколько маркеров или булавок. Они нам пригодятся в конце, когда мы будем соединять наши вот такие вот полосочки. Перед тем, как мы приступим к вязанию, я вас хочу попросить подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны, и поставить колокольчик, чтобы не пропускать мои новые мастер-классы, которые выходят каждую неделю. Ну, а мы с вами не будем затягивать и приступаем к вязанию нашей повязки. Итак, чтобы нам связать нашу повязочку, сделать ее, нам нужно сделать четыре вот такие вот заготовки. Три я уже сделала и сейчас мы с вами свяжем четвертую. Итак, начинаем вязание с 5 воздушных петель. Первую петлю мы не затягиваем, она у нас будет первой рабочей петлей. Вторая, третья, четвертая, пятая. Теперь смотрите, вяжем не вот сюда, а вот сюда. Заводим крючок и вытягиваем первую петельку. Точнее, получается, это как бы вторая, да? Вот первая у нас на крючке, это вторая. Дальше в следующую петельку вытягиваем третью, в следующую четвертую и в следующую пятую. Теперь первую петлю провязываю одну, а дальше вяжу по две. Две раз, две два, две три и две четыре. Вот у нас образовались вот такие вот полосочки. И мы сейчас будем вязать таким образом, чтобы у нас были сквозные петли. То есть мы как бы вот заводим крючок вот сюда, вот за вот эту первую полосочку и выводим ее на изнанку. Таким образом вытягиваем. У нас видите, как бы получается в серединке, да? Вот сзади у нас была сторона одна и спереди. Мы как бы серединке вытаскиваем петлю. Вот одна на крючке, вот вторая. Вот находим следующую. Вот видите, видно вот эту вот заднюю стенку петли. Вот мы между ними вытаскиваем третью. Находим следующую, вытаскиваем четвертую. В пятую вот у нас конечная стенка одна и вот с обратной стороны здесь тоже мы находим. То есть с этой стороны в пятой тоже всегда должно быть две стеночки. Не за одну, а за две. И теперь точно так же, как вязали в том ряду. Первую провязываем одну, дальше провязываем две раз, две два, две три и две четыре. Продолжаем вязать. Ничего, никакие воздушные петли здесь не набираем. Одна петля на крючке, следующий промежуток, вернее следующую вот эту вот петельку, вот эту полосочку, мы в серединку, точно так же, видите, у нас вот если вот так вот раздвинуть, вот задняя сторона, да, стеночки, вот передняя. Мы заводим крючок и вытаскиваем две петли на крючке. Продолжаем в следующую, вытаскиваем третью, следующую, четвертую и в пятую тоже вот за две стеночки, вот первая, вот вторая. Вытаскиваем пятую, провязываем первую один раз, одну петлю провязываем, дальше по две провязываем, раз, две, два, две, три, две, четыре. И давайте еще раз провяжем. Одна петля на крючке, находим вот эту вот первую полосочку, вот здесь в ее серединку, в эту петлю, да, в серединку, вытаскиваем вторую, следующую, вытаскиваем третью, четвертую и в пятую тоже за две стеночки, вытаскиваем пятую и провязываем, как обычно, первую петлю одну, вторую, дальше по две точнее, раз, две, два, две, три, две и четыре, две. Вот у нас начинает вырисовываться рисуночек вот такими вот косичками. И таких вот, и как я уже сказала, таких вот элементов мы с вами должны провязать четыре вот такие вот полосочки. То есть мы с вами вот таким образом вяжем длину нашей полоски. Длина полоски это обхват по голове, то есть в зависимости от того, какой у вас, ну, обхват головы, вы увеличиваете количество вот этих вот связанных рядов. Можете связать немножечко больше, там на сантиметр-полтора, потому что когда мы будем с вами переплетать вот эти вот полоски, у нас немножечко наша повязка немножко будет, наши вот эти вот полоски станут меньше. Но это не критично, потому что само вязание довольно-таки, ну, тянется и будет хорошо сидеть на голове. Поэтому последнюю вот эту вот повязочку я сейчас провяжу и покажу, как мы дальше будем с вами соединять и сплетать нашу повязку. Вот я провязала нужную мне длину и не обрезаю нитку, то есть это во всех предыдущих вы вот закончили, да, вязать полосочку. Вяжете одну воздушную, обрезаете ниточку и убираете полосочку и вяжете дальше. А в последней полоске вы не обрезаете ниточку. Вот у нас есть петля, мы с вами в первую, то есть это первая петля, вторую мы вывязываем, как обычно, вторая оставляем, третья, четвертая и пятая. Теперь берем следующую полосочку и нам нужно здесь, чтобы у нас также получилось 5 петелек. Вот мы находим нашу первую петлю, вот она, вытягиваем раз, следующую петельку вытягиваем два, дальше три, четыре и пять. пятую тоже ищем, чтобы у нас было две стеночки. берем следующую, нашу полосочку и точно также находим первую петельку, дальше провязываем во вторую, в третью, в третью, четвертую и пятую и берем последнюю нашу петлю, вернее не петлю, а полосочку и в первую петельку вытягиваем, во вторую, в третью, в четвертую и в последнюю, в пятую и теперь первую провязываю одну, а дальше до конца по две. Получается раз, две, два, две, три, две, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать и девятнадцать. И вот получается мы с вами соединили наши четыре полосочки, теперь мы вяжем одну воздушную и обрезаем ниточку. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Когда мы с вами дошли до конца ряда, нам нужно маркерами соединить вот эти вот части, чтобы мы могли их провязать. То есть вот как мы с вами закончили, вот так вот маркерами и закрепляем. Так, здесь у нас вот таким вот образом, соответственно маркер будет вот здесь. И последний маркер, точнее даже не последний. Может, собственно и последний. Сейчас посмотрим, как будет удобнее. Я креплю вот сюда. И да, наверное, это все-таки будет последний маркер, просто чтобы мы понимали, какая, зачем полоска будет связываться первая. То есть первая полоска это будет вот эта. И сейчас я беру нитки и буду провязывать соединительный ряд, чтобы соединить вот эти навыки. Вот наши все стороны. Вот я беру такого же цвета нитки, которые я вязала. Вот у меня мой крайний угол. Вот сюда вот в вершинку, в последнюю петельку. Я завожу крючок, вытаскиваю рабочую нить, провязываю одну воздушную. И теперь вот одна у меня на крючок, в следующую петельку я вытаскиваю вторую, третью, четвертую и пятую. Теперь смотрим, что у меня должно быть по узору дальше. Дальше у меня по узору будет вот эта вот петля, поэтому я снимаю маркер, точнее не петля, а полосочка. И сейчас нахожу, сейчас здесь вот эти вот ниточки убираем, нахожу первую петельку вот здесь вот. Вытаскиваю раз, в следующую. Вытаскиваю два, в следующую, три, в следующую, четыре. вот она четвертая. Четыре и пять. Теперь, следующая у меня должна быть вот эта вот полоска. вот она, вот она, скрепленная у меня маркером. Маркер я снимаю. И нахожу здесь первую нашу петельку, вот она. Ее вытягиваю раз, в следующую, вот она, вяжу два, в следующую, три, в следующую, четыре, и в последнюю, пять. Потом все вот эти вот хвостики мы с вами уберем. И теперь, снимаю последний маркер, и провязываю последнюю нашу полоску. точно так же, нахожу первую петлю, вот она, вытягиваем, раз, во вторую, два, в следующую, три, в следующую, четыре, и в последнюю, пять. и теперь, буду провязывать так, как с той стороны, с обратной. Первую, провязываю, одну, а дальше, до конца ряда, провязываю, по две петли вместе. так, опять две, две, собственно, здесь, без изменений, вяжем просто, по две петли. Таким вот образом, мы соединили, наши вот эти вот полоски. теперь, вот наша лицевая сторона, мы складываем, вот так вот, опять, лицевую к лицевой стороне, да, получается, и сейчас, смотрите, мы с вами будем соединять. Таким образом, вот у нас здесь есть такие же столбики, да, которые, вернее, параллельные такие же петли, как у нас здесь. Вот находим первую параллельную петельку, вытягиваем, провязываем, столбик без накида. Теперь, находим следующую, точно так же, вытягиваем, провязываем столбик без накида. Следующая, вот с этой стороны, и эта же параллельная с этой стороны, делаем, делаем первый столбик без накида. То есть, таким образом, мы с вами соединяем, наши две половинки. Вот, последний здесь, и последний с этой стороны. Дальше, вот наш первый, вот он столбик, наверное, вот здесь, можно взять. Лучше будет. И находим, вот здесь, первый. Вытягиваем, провязываем, столбик без накида. То есть, здесь, вы находите параллельные столбики, друг другу, их уже, соединяете. следующий. И так мы с вами провязываем до конца нашей повязки, до конца ряда. Вот я прошла до конца ряда, вяжу одну воздушную, и обрезаю ниточку. Вот такой шов получился с изнанки, выворачиваем на лицевую сторону, и вот так вот получилось у нас с обратной стороны, с изнаночной. И вот такая вот повязочка, собственно, у нас получилась. Она очень теплая, смотрится интересно, красиво, можем ее вот таким вот образом еще поправить. Я обычно так делаю, то есть, просто расправляю ее, вот таким вот образом, и когда уже надеваю на голову, она садится именно так, как должна быть. На этом мой мастер-класс подошел к концу. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравился этот мастер-класс. И до новых встреч! Пока-пока!